Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У нас обычно главные не опаздывают, а задерживаются, а главный у нас зритель, поэтому мы ждем всех. У нас сегодня новая экспозиция. Экспозиция совершенно очаровательной женщины, совершенно очаровательного художника. И экспозиция эта посвящена совершенно очаровательному городу, нашей любимой Одессе. Когда мы познакомились с Леной, и я увидела ее работу, и я поняла, что, конечно же, эта выставка должна быть во Всемирном клубе Одесситов, потому что та Одесса, то, как ее видит Лена, то, как ее она чувствует, как она выхватывает цвета Одессы, ее настроение, ее какие-то такие тайны, которые приоткрываются через двери, через ворота, через какие-то многослойные арки. Для меня было откровением, когда вчера я увидела на одной из ее работ наш дом, улица Морозлийская, 7. Это сквозная трехуровневая, по-моему, арка, которая ведет к выходу аж на базарную. Я думаю, что, если вы посмотрите внимательно, вы узнаете эту арку. Поэтому, конечно, мы очень рады, Лена, мы очень счастливы, что выставка здесь, она абсолютно сюда вписалась. Ну, вот можно было только мечтать, чтобы вот так вот легли работы в это настроение, в этот зал, и в тех людей, которые к нам приходят. По традиции. Мы открываем выставку с того, что я передаю слово вице-президенту Всемирного клуба Одесситов, и это Валерий Исаакович Хаид, который сегодня, слава Богу, здесь, с нами. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Мне сегодня повезло, потому что я очень люблю открывать что-либо в министерке там, но обычно, когда речь идет о живописи или о художниках, эту почетную роль исполняет первый вице-президент нашего клуба Евгений Михайлович Голубовский. Сегодня он по уважению причинного отсутствует, и мне удалось уговорить Лену, она отказывалась, конечно, ни в коем случае, вы что, чего это вдруг, сквозь стати, кто вы такой, и еще. В общем, мне удалось уговорить, и мне, значит, появилась возможность заняться любимым делом. Добрый день. Елена Селс, фамилия ее как Коламбет. Сложная. Да, но Коламбет или Коламбет, она сложная, но дело в том, что, видимо, Селс это связано с тем, что мы украинские художники, и чтобы мы всегда имели возможность сказать, что мы Майя-то Селс. Майя-то Селс. Что окружает. Теперь по поводу того, что я увидел. Я, как человек, уже сказал, что не очень в этом я не поминающий, но я как-то, что я заметил. Я заметил, что здесь есть как бы три такие темы. Три такие темы. Вот одна тема море, вот у Лены, да, и потом тема, значит, старых дворов, и отдельная тема, это тема старых дверей, одесских дверей. Тут не только, допустим, одесские дворы. Вот она где-то была в Греции, и все, но она все равно там, она все это написала, я не говорю, нарисовала, да, обратите внимание, все-таки чувствуется. Она это написала именно потому, что она увидела в этом, в этих дворах, вот этих, на этих островах Греческих, она увидела как бы отзвук Одессы, Эллады, вот Одесса, вот этой вот южной гармонии, да, вот этой вот тепла, вот этого, который исходит от массовой, от стен и так далее. Вот я, есть такая работа, вы ее увидите, там на фоне, значит, какого-то полиса современного, супер там небоскреба и так далее, вот, значит, некая поверхность, которую, значит, я увидел, что это водная поверхность, я увидел, что на этой водной поверхности следы, следы на воде, следы человеческих глаз, значит, какая ассоциация, что это было? Вот Христос сходил по воде, правильно? И вот полис современный, да, который, как бы, современный сегодняшний, который в значительной степени живет не следуя заповедям, да, как бы даже во многом вопреки им. И вот эти следы по воде, они все равно идут туда, но там, как придумала художника, она, может быть, это я не имела в виду, это мои изображения, но вдруг она поймет, что я что-то там угадал. Там нет выставки в клубе, я очень рад, что у нее хороший вкус, она знает, где проводить выставки, вот, и, значит, поздравить ее с хорошими работами и с тем, что она живет полной жизнью. Спасибо. Молодец! Сегодня к нам пришел учитель Елены, это очень значимый для нее человек, Валентин Борсков, и я прошу вас, Валентин, подойти к мегапону. Мы с Еленой познакомились, даже, мы, не знаю, лет 10, не меньше назад. Она принесла свою работу в журнал выставки Одессы, мы с предложением там, наверное, выступить, и там, которые были в этом собрались в этой резакции, в Москве говорят, что это новая картина Борскова, то есть, значит, вот, Лена Сенц, работа, как бы, похожая на картина Борскова, ну, не то, что там, это не отличишь, а то, что мы схожи, как бы, в манере живописи. А в манере, я, ну, мы, вот, я сегодня, не знаю, другого условия не беру, ошалел от того, что мы увидим. Я как учитель ее, как преподаватель, простите меня за самооценку завышенную, но, тем не менее, я ждал что-то другого, каких-то новых, вот те, которые я узнал раньше, сегодня я увидел, ну, 90% вновь, вновь, увидели для меня совершенно новые, вот, как говорят, радостное открытие. от чего страдали я, у меня есть живопись, у меня есть картина, так сказать, с вторым планом, ассоциативная живопись, и вот, Леда, не то, что там, как-то, это дело там, или заимствовало, у меня тоже была, или есть, или, наверное, будет, ассоциативная живопись, то есть, тот язык в язык, когда он читает, на картине между строк, и увидит новое. Вот я, например, вот в той самой картине, в которой идет Христос, опять наш меня тянет, когда она была первой, она сделана немножко, она по-другому, она, как бы, с годами, как-то, но становится все интереснее, все насыщеннее, все прекраснее. Я как-то, так подумал, в тайне, что эти два шага, мой след, это след Леночки. Извините, я опять завышена самооценкой. Она дальше пошла, чем я, со своим, самым уже плюшкой. Я, к сожалению, что первое слово с замечательной работой, замечательной выставкой, неожиданно еще было, что для меня, это мне было открытие, такое радостное открытие. Спасибо, АПЛОДИСМЕНТЫ, за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ, как важно слышать важные слова, как важно слышать учителя, как важно хотеть почувствовать, понять человека, город, людей, которые нас окружают. Ну, вот, я таким образом, Лена, подвожу на самом деле к тебе. Я передаю слово Елене, Елене Коломбец-Сенс, автору сегодняшней выставки. Дорогие друзья, в первую очередь, я рада, что вы пришли посмотреть мою выставку. Когда я задумывала эту выставку, в первую очередь, я хотела, поскольку это тема Одессы, я очень хотела ее сделать именно здесь, именно в стенах Всемирного клуба Одесситов, потому что это не только честь для меня, но и возможность именно показать Одессу, Одесситов. Знаете, в первую очередь. Хотя я рада, что вы посмотрели ее гости. Но мне кажется, что это особо интересно именно нам, жителям города, потому что я когда ходила по этим дворикам, надо сказать, два слова скажу, что с лета я ходила очень много по дворам и по улицам, где идем с Женей. И я ему благодарна за то, что он очень много рассказывал об Одессе, много показывал. И я настолько заразилась его энтузиазмом, что мне очень многое хотелось показать. И поэтому вот эта работа вот именно по следам моих впечатлений, которые я буквально вот всю лето, осень я ходила. И поэтому вот надеюсь, что вам мои работы понравятся. Высока! Алька Вейта! Алька Вейтинг... Алька Вейтинг... Продолжение следует...